добрый день дорогие друзья явно вас всех приветствую на своем канале и сегодняшнее мое видео это такое небольшое видео отчет о моей моем вязание начать я хочу с этой кофточки опять же без названия потому что я даже не знаю у меня закончились название я столько связала уже всяких изделий и последнее время моя муза названий моих изделий молчит ничего не предлагает ушла куда-то в неизвестность и не посещает меня поэтому если у вас родилось какое-то название при виде этой кофточки я буду вам благодарна если вы поделитесь этим названием комментариях ну что отвязала я полностью карты линию реглана последний раз я вам показывала когда был связан вот этот рапорт я еще добавила один рапорт у меня сейчас получается линия реглана составляет 28 сантиметров и я перед тем как начать съемку померила все прекрасно сидит все супер замечательно наконец-то я посадила на себя эту кофточку потому что сколько раз я ее распускала перевязывала вам не передать потому что конечно тот человек который вяжет на постоянку узорами он примерно представляет что к чему и почему а так как я вижу крайне редко и узоры я умею их вязать умея их вписывать но не дружу я с ними вот на не дружу от слова совсем и получается как только где-то там отвлеклась или еще что-то обязательно на косячу я конечно исправляла там где была возможность исправить как бы не распуская ряды я исправляла но не всегда была такая возможность скажем так вот как я уже рассказывала это кофточка по мотивам кофточки которые вязала екатерина мушина есть мастер-класс по петельные у нее на канале но у нее свои размеры у нее 46 размер у меня 68 70 конечно же я могла только взять за основу да допустим там узор я вот у нее взяла вывязывание ростка и всего остального петли это все я делала самостоятельный расчет вот и потому что размер другой все другое и конечно же сама кофточка мне понравилось как она смотрится на ней я же говорю как она там узор этот расположила все но дорабатывать всегда мне приходится все самостоятельно по рукаву такой же вот узор по спинке вот такой вот конечно красивый узор что там говорить но крови ножки он с меня попил а еще впереди вязать у меня же будут здесь идти прибавки по бокам я сейчас вот перебросила на бросовую нить по рукавам вывязала вернее рассчитала количество петель на подрез и тоже сделала на бросовую нить я последнее время все время так делаю и теперь мне нужно еще рассчитать как бы я вот оставила регланную линию по переду и по спинке будет идти как дорожка да а сюда у меня здесь 20 петель нужно посмотреть смогу ли я вписать еще допустим вот такой вот узор я если честно не помню сколько петель идет рапорт нужно просто посчитать посмотреть если допустим у меня не войдет полностью еще один вот такой узор да то я наверное пущу просто дорожки здесь вот такие или может даже оставлю но мне кажется не симпатично будет если просто ли вся кофточка будет ажурная здесь просто лицевые ну в общем это еще мне предстоит посмотреть подумать сегодня почему-то мне не хочется этого делать надо делать тогда когда это хочется делать автологии ну по-другому не скажешь значит вижу я на спицах номер четыре из пряжи для тех кто еще не видел и не не слышал что это за пряжа да я вам скажу что это пряжа от швейторга авру ангора называется делюкс ангорода люкс так и хотела сказать аврора у них тоже есть аврора вот такой вот цвет b1011 и здесь получается в 50 граммах 115 метров я уже ранее показывала но если вы не видели значит производитель предлагает вязать на спицах два два с половиной что ли сейчас секундочку 23 с половиной но я не знаю как можно такую такую толстую пряжу это получается 230 метров 100 граммах это прямо плотная плотное плотное вязание но так как здесь состав состав щас я вам скажу какой здесь же шуны есть 25 процентов ангора и 75 процентов полиамид ангора скорее всего что я даже не знаю что из чего там же говорят и из кролика с чего только ее не делать потому что конечно ворсинки здесь вот они видны и если это что-то короткое ну потому что короткая сыпется я говорю когда я одену одеваю топик черный он у меня весь в этих коротких волосках может и для того чтобы это так сильно не не высыпалась из пряжи нужно вязать на спицах номер два я в общем не знаю и вот какое-то время я повязала и я не знаю видно или нет прям вот такой вот небольшой пушочек уже есть как бы чуток распушилась потому что я туда-сюда вяжу за столом и туда-сюда переворачиваю по этой причине как бы немножко есть такой эффект что начала начинает изделие пушиться я конечно не знаю после того как свяжется постирается что с ним будет ну все это мы увидим уже потом вижу не спешу потому что сейчас не сезон вы сами понимаете и и там течение дня конечно я вижу один-два ряда надо бывает даже три провяжу но когда-то свяжу тем более что сейчас уже я посадку сделала мне осталось все остальное просто вязать и все вот это самое главное было сделать посадку все распределить писать узор вот потому что самое сложное это ну что по этому изделию все так нулевой реглан буквально на днях я вам показывала что я начала вязать нулевой реглан из пряжи ян ярнарт baby cotton о пух полез и в нос и везде здесь у нас 50 граммах 165 метров и состав 50 акрил 50 cotton цвет 400 и он в сравнении вот с этим цветом прям кажется кипельно-белый камера может не передает но слишком плотное вязание тарас во вторых вот эта рядность она меня подбешивает мягко говоря и в общем я пока не распускай но скорее всего что я распущу я когда свяжу вот это посмотрю как что и почем и потом уже буду думать что делать с этим большим образцом распускать или может быть продолжить вязать в общем скажем так плясала я от этого варианта что у меня с этим изделием я продвинулась довольно таки прилично так я тут поперекидывала вроде бы хотела чтобы рукава были отдельно чтобы показать и спинка отдельно но что-то у меня тут одни спицы одни спицы на этой пряже очень тяжело это оказывается сделать вот так вот так ну что вот так выглядит у меня момент того что я отвязала на сегодняшний день ну все это сырое сырой вид скажем так да еще вязать и вязать потому что нулевой реглан для тех кто еще не знает я вам расскажу что почему он называется нулевой потому что вот между регланными линиями ровно одна петля ну некоторые там делать 35 но это скорее всего что уже не нулевой реглан а хэйвард ну возможно это тоже относится хэйвард к нулевому реглану я не могу вам сказать вижу я из пряжи на калико 50 процентов тоже хлопок 50 акрил но толщина у этой пряжи где 490 метров 100 граммах я вижу на спицах номер три с половиной вот там в этой пряжи которые ранее было до baby cotton здесь получается если 165 умножить на 2 потому что здесь 50 грамм до 100 граммах 330 метров ну примерно такая стандартная пряжа которой ли летом вяжут все турецкие пряжи да вот они аналогично газа потом ализе да вот они ализе baby cotton тоже да все они примерно в такой в таком метраже а здесь пятьсот девяносто метраж и вижу я на спицах три с половиной и вот посмотрите довольно таки нормальное вязание ну для лета и особенно для нашего лета еще же она подсядет это пряжа а может и не подсядет я не знаю я вообще вижу первые с этой пряжи что будет не знаю но она такая вот вся пластичная вся воздушная и как раз я думаю что это тот вариант который меня бы устроил если все хорошо будет у меня если вот все то что я возлагаю на эту пряжу до думая что хочу вот такое и у меня такое получится то я значит распущу вот этот вариант предыдущий который я показала и тоже буду вязать на спицах даже может 4 потому что я хочу чтобы вот такое воздушно даже немножко дырявчатая скажем полотно было вот скажем так опять же вижу не спеша но довольно таки приличная видите продвинулась буквально дня два назад я начала вязать да и вот столько я уже провязала или два или три сейчас посмотрю когда я начала вязать 15 числа у нас сегодня 18 дали 17 что-то я запуталась какое на сегодня число 18 до сегодня я не вязала это вот два дня так как я начинала вязать я не знаю стоит ли рассказывать может быть чуть попозже вам рассказать но в принципе я думаю ничего нового я не расскажу наверное мастер-классы на других каналах есть и можно посмотреть но в общем я расскажу как я вязала может кто-то уже ранее вязала значит я взяла 160 сантиметров и умножила на 150 петель ой на на два с половиной что такое два с половиной это 35 петель у меня составляет 12 сантиметров и его 30 разделила на 12 у меня получилось 22 с половиной петли в одном сантиметре значит 60 умножила на две с половиной у меня получилось 150 петель значит у меня получается я отдала по 4 петли на на регланные линии и одна петля между регланными линиями и от 150 я отняла 18 это 4 регланных линий я умножила на 4 потому что по 4 петли прибавила одну и вторую петлю получилось 18 далее уже сказала от 150 от него 18 получилось 132 2 петли разделила на 2 на перед и спинку и получилось шестьдесят шесть петель значит я вижу v-образным вырезом поэтому у меня набор был шестьдесят шесть петель плюс 18 я почему-то здесь не написала но скажу чтобы вы знали шестьдесят шесть петель плюс 18 это вот вот эти петли да и плюс две петли кромочные и того у нас получается семьдесят восемьдесят четыре и плюс 2 восемьдесят шесть петель я набирала на спицы для того чтобы начать вязать соответственно я набрала на бросовую нить сделала все распределения прибавки делаю в каждом втором ряду и по переду и по спинке прибавки делаю из за стеночку петли беру то есть вот петля за стенку беру и когда так вяжем у нас получается как будет здесь посредине 3 петли потому что одна стеночка с этой стороны задействована из этой и вот так вот получается и так 84 с 86 я сказала я уже забыла сколько там 86 я сказала набрала я набрала 88 потому что я еще одну петлю перед кромочной набрала на перед вот здесь вот вот и в общем так по горловинке я уже рассказывала по спинке я вывязала углубление вот здесь и я делаю такие углубления всегда то есть вначале развернулась в первой петле потом в 3 потом 5 соответственно разворачивалась следующим образом когда набрала вот так вот прошла здесь захватила отвязала регланной линии прибавки все и затем вернулась вот сюда по спинке затем вернулась опять отвязала прибавки сделала все потом захватила 3 опять вернулась назад отвязала потом захватила 5 вернулась отвязала по изнанке и соответственно и не прибавки ничего не делала то есть вязала по узору как он у меня там получался именно изнаночными петлями а по лицевую конечно делала все прибавки после того как я развернулась и 5 петли прошла сюда я прошла назад и все то же самое сделала по второму плечу и у меня получилось два углубления значит сейчас вот на этом моменте я я собираюсь еще дополнительно сделать рассеянный росток то есть вот сколько я сколько у меня линия реглана получается только что я вот он метр 20 сантиметров вот как раз у меня где-то примерно 7 сантиметров я хочу поворотными рядами провязывать дополнительные ряды вот что позволит во первых мне дополнительно расширить перед потому что я всегда больше петель даю на переднюю на перед а по той причине что у нас же идет еще дополнительное количество петель на грудь какая бы она не была извините за выражение это выпуклость да и соответственно если вы померяете спинку если у вас только не широкая спина у меня она не широкая я допустим замеряла длину своей спины и допустим перед и я знаю что у меня перед больше чем спинка поэтому я дополнительно буду давать петли по переду а по спинке спинка будет у меня как всегда меньше ну вот так вот примерно я вижу дальше посмотрим что будет дальше соответственно вырез вот v-образные у меня здесь получается я каждом четвертом ряду прибавки делаю вот ну буду еще немножко продолжать потому что у меня же тут будет еще обвязка если я сейчас его сделаю вот таким то он у меня будет под горло подстрелен и я так не хочу хочу чтобы более-менее такой глубокий вырез был не так чтобы все было видно ну чтобы поглубже был потому что лето хочу это еще не все чем я занималась в эти дни так ну первое наверное начну с этого я же потихоньку навожу порядок уже сколько времени навожу этот порядок не знаю когда я до конца его до навожу вы знаете что я свое время набрала много ниточек пион у меня он есть вот такой вот такой вот вот такой но я все не буду выкладывать я вам просто сейчас покажу что я значит тут проводила эксперименты я же все продолжаю поиски из из какой пряжи мне еще связать одну домашнюю кофточку и теперь я конечно же хочу уже совершенно другую не такую как у меня было потому что ну я не хочу похоже вот и я примерно в голове я конечно рисую что что я хочу вот связала вот такой образец так это пряжа пион я уже сказала да я покупала фикс прайсе покупала магнит косметик такую пряжу и у нас получается это пнк имени кирова да и 70 процентов хлопок и 30 процентов вискоза честно не знаю сколько какой метраж здесь вот 40 грамм а какой метраж я не скажу вязала вот здесь на спицах номер три и вязала 2 лицевых 1 изнаночная плохо наверное видно но по-другому не не могу показать отвязала образец еще не стирала сейчас после того как я сделаю съемку я пойду постираю вот так примерно в разглаженном виде будет это все смотреться вот цвет такой нейтральный скажем постельный как называет до камера примерно передает не знаю как ваши носители будут но я вот сейчас смотрю мой носитель передает именно цвет такой какой есть это первый вариант я я в общем пока еще не определилась как вязать поэтому я тут эксперименты провожу значит второй вариант какой я хотела я начала вот такой второй вариант из черной пряжи но здесь совершенно ничего не видно здесь у меня платочная вязка здесь резинка до а здесь платочная вязка я решила ну-ка если я поближе вот так вот может быть что-то виднее будет ну то есть вот она у меня платочная вязка а здесь я вязала 3 и 1 то есть три лицевых вот 1 2 3 и вот она изнаночная 3 лицевых 1 изнаночная но этот вариант мне меня абсолютно не устроил потому что не знаю не понравилось мне вот это вот пряжа в сравнении с этой мягче намного чем вот это вот очень прям жесткая такая пряжа я не знаю что я буду с этой пряжи вязать наверное все таки придется крючком не хотела я вязать ее крючком но придется вязать крючком какие-нибудь квадраты по типу бабушкиного потому что у меня довольно таки много этой пряжи черной в общем это этот вариант я забраковала ну и третий вариант это вот такой цвет такой он и не красный и не бордовый какой-то не знаю камера кстати правильно передает свет и я из этой из этого цвета вот так вот отвязала вот там передает правильно а здесь неправильно видите насколько ярче как будто с другой пряжи вязала резиночку принципе довольно таки неплохо держит но я не знаю как она будет после стирки и вот здесь вот в этом месте я вязала на спицах номер три а вот здесь на спицах номер три с половиной и смотрите насколько здесь плотнее нас вот здесь свободнее но вот здесь есть рядность даже вот тут вот а вот на три с половиной рядность ну как бы нет ее такой сильной рядности красный цвет тоже тяжело камера воспринимает ну в общем я тоже решила довязать постирать посмотреть может быть лицевой глади свяжу но хотелось что-то такое связать я сейчас вот остановилась а тоже вязала лицевой гладью а теперь хочу еще связать вот по типу вот этого ну чтобы была какая-то резинка она даже может и не будет держать это пряжа резинку но своего рода такое небольшое украшение скажем так не знаю с другой стороны хочется чтобы меньше что-то к телу прилегала когда дома находишься потому что я люблю чтобы было все свободное но не знаю вот я еще в режиме поиска там еще одну пряжу отыскала такую которую вот именно ее пустить только на домашнюю кофточку вот я домашние кофточки тоже хочу вязать процессе перебора своих я опять наткнулась на свой такой долговяз который распустить мне жалко и в то же время я не знаю куда его применить что-то тут у меня тоже запуталась это пряжа у нас лилия пнк и мини кирова говорят что ее сейчас сняли с производства но я не знаю меня на вот пока есть и тоже красный цвет это кстати вот этот цвет немножко даже немножко они вообще похожи одинаковый цвет вот что ж это у меня такое я же очередной раз достала вообще это было раньше юбку я планировала связать дочери но дочь уже давно выросла с этой юбки вот и получается вот такая красота красота чтобы не мешал вот такая красота получается причем друзья мои смотрите как я вязала значит я отвязала в мотивы вот такие потом к этим мотивам связала вот такие маленькие потом это все обвязала еще филейной сеткой в принципе тут вообще красота получается ну и далее вот так микс разных узоров я их сама придумывала ну в том смысле что их что придумывать они как бы постоянно в обиходе на глаза попадаются вот эти квадратики что их очень легко и просто вязать это тоже ананасик но только как такой вот вписанный в ромбик да здесь вот идет просто три лица 4 или 34 лицевых ой 4 столбика и тут наверно потом по 3 воздушных петли одессе там дальше уже планировала начать вязать еще следующий узор но на этом все остановилась я уже за давностью не помню по какой причине ну что-то как-то остановила ну что вы думаете такая думаю возьму-ка я себе топик свяжу и продолжу вязать и сделаю на лямочках и будет такой домашний топик но не тут то было вы думаете что я пролезла в этот топик конечно же нет этот топик 59 по ширине до это получается 120 а у меня-то 130 у меня было 135 немножко подходнуло стало 130 до этого было 125 но все равно и по-любому я не вписываюсь вот и это же 100 130 у меня по по груди а по бедрам у меня там вообще чуть ли не 150 надо же чтобы он был хоть немножко посвободнее да даже если вот здесь самой широкой части я возьму то это будет 127 134 будет это мало тоже в общем я просто взяла померила и вижу что просто вот натянуто все на мне и и мне так жалко не знаю прям жалко и распускать жалко и лежит вот он у меня мертвым грузом вот это такая красота если бы было хотя бы мотивами я бы тут можно было бы тут вот видите ниточки я оставляю я бы могла довязать эти мотивы и что-то придумать вот ниточки у меня видите есть оставленные хвостики от самих мотивов но это же вот это вот все тоже придется распускать печаль печаль печальная ну что остается опять положить и думать куда я смогу вот это все применить может быть все таки найдется решение знаете как часто бывает вроде бы лежит лежит а потом ой эбрика и что-то раз и связала так ладно не будем на этом зацикливаться и последнее что я вам хотела показать еще одна моя печаль печальная которую я тоже вот хочу распустить и не подписчики подсказали что надо намочить и пробовать вязать это моя туника в стиле боха как же шана мне нравится пряжа 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 вылетела с головы ангур арам она-то уже распушилась и забила все эти видите как забиты дырочки 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 так что за проблема в ней в этой кофточке дефект пряжи видите какая полоса утолщение пряжи и я причем увидела это не сразу но идет вот везде проходит здесь же вот я вязала в круговую да и идет и по спинке и по переду везде вот это вот утолщение что за такой дефект пряжи почему я не увидела на тот момент я не знаю такая замечательная туника ну как бога видите вязала по типу а силуэта да здесь у меня вот идет по прямой все как положено вот эти всякие оборочки очень красиво она на мне смотрится но вот комплексую я по поводу этой полоски мне уже говорили что ирина но это же стиль бога типа как будто так и задумано вот это вот полоса я уже хотела как-то обыграть может быть сделать какую-то оборку по типу вот это и вот здесь оборка и как бы здесь еще одну сделать такую же оборку не знаю может быть это будет и выход видите как вязала упражнялась причем это вот это изделие это чисто моя разработка полностью я его ну эту кофточку у себя в голове нарисовала и полностью я ее связала такую нее такие вот красивые рукава в общем красота просто она не знаю жалко мне конечно и распускать но она у меня уже лежит я не знаю сколько лет мертвым грузом уже лет пять семь семь наверное точно лежит шесть семь точно лежит ничего с ней конечно не делается но она не носится она носит ее носить можно только в межсезонье потому что у нее такие вот большие рукава естественно не под какие плечевые верхние изделия не оденешь что тут видите тоже придумывала что отделяла и изнаночными петлями вот подрезы все как положено прям я не знаю здесь вот так вот закрывала ну и представьте какой размах я тут вязала сейчас я даже померяю вот здесь вот по низу какая у меня ширина аж прям интересно мне естественно на каких спицах я вязала не скажу но есть мастер-класс на моем канале на на эту тунику есть мастер-класс как я ее вязала так так 130 это 260 ширина по низу представляете 260 вот так вот ну вот бывают какие-то неудачи которые вроде бы с одной стороны само вязание все остальное устраивает а вот есть моменты это уже затяжку где-то сделала на затяжку сделала на изнанку ну что дорогие друзья на этом я закруглюсь на сегодня и как всегда конце видео я желаю вам нескончаемого вдохновения легких петелек если вы вязали если вы что-то нашли и вдохновились и будете вязать и я с вами прощаюсь совсем ненадолго до новых встреч до новых видео с вами была ирина